Шестимесячная Варя – самый юный участник мультиспортивной гонки «Осенний марафон». Она, как и все, ездила на велосипеде, переправлялась на катамаранах, ориентировалась по лесу, каталась на роликах и даже участвовала в стрельбе из воздушки. Возраст и профессия в подобных соревнованиях абсолютно не важны. Чего стоит по-настоящему опасаться – это заросли храпивы, которые местами мой рост превосходят в оврагах и в поймах рек. Поэтому старайтесь не бегать по этот трекинг в маечке и в шортиках. В поисках приключений на свою голову в «Осеннем марафоне» вышли рекордные 650 человек. Крапива, болота, опасные спуски, буреломы – степень садизма. На подобных соревнованиях организаторы определяют самостоятельно. Это было на Кавказе, там у нас был каньонник этапа. Надо было прыгать 7 метров в высоту в горную речку. И никакой страховки, ничего. Ты стоишь внизу, вода, то есть на тебя спас жилет. Это очень страшно. Я сказала, нет, я прыгать не буду. На самом деле обошла этот этап и смотрела на девочек с ужасом, которые стояли, боялись минут 10-15. Но все-таки собирались, молодцы и прыгали. И для меня это реально отдых, это не спорт никак. Чтобы отдохнуть на «Осеннем марафоне» как следует, нужно было преодолеть минимум 40 километров. И это дистанция для любителей. Класс элита бежал по Дмитровскому району 160 километров. Стартовал ночью в пятницу, а финишировал только в воскресенье. Для меня безопасность – это самое главное. То есть первая безопасность, второе, чтобы было интересно. Вот, поэтому здесь у нас закрыты дороги для передвижения, хотя они более удобные, может быть, чем леса. В мультиспорте никогда не знаешь, чего ждать при следующем шаге. Даже если в руках несколько карт, подробное описание маршрута и хороший компас. Вот, карабкаешься по стене, а через несколько метров тебя отправляют прокатиться на роликах. Непредсказуемость всегда и во всем. Да, я посмотрел карту, я ничего не понял. Все еще ждет впереди, потому что все зависит от того, что там будет через 100 метров в лесу. Бывает неожиданно, страшно, и просто надо чуть-чуть себя преодолевать. Для этого и участвуем. Бухгалтеры, юристы, менеджеры и программисты. В мультиспорте нет профессиональных спортсменов. Они выходят на многокилометровые трассы под одним девизом – «Убей в себе диванную болезнь». Меня считают на всю голову больным. Одного молодого коллегу попытался привлечь с полдистанции, он, в общем, естественно, скис. Нельзя сидеть с сиднем 365 дней в году, а потом встать и пройти суточную дистанцию. Тяжело встать с кровати после таких гонок, нагрузки сильные. А с работой совмещать тренировки не всегда получается. Но, в принципе, такое радостное ощущение после гонок остается, потому что увидишь вот этих людей, у которых радостное выражение на лицах. Мультиспорт уже давно популярная во всем мире и общедоступная забава. Но коммерции, допинга, скандалов и лишних интриг в нем нет. В отличие от многих профессиональных видов, спортивные принципы здесь по-прежнему на первом месте. Марина Губина, Никита Токарев, Инфокс.